ПЕСНЯ То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех, у тебя все получится. А-а-а, 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 а-а-а. Привет, Поля. Здравствуйте. Я Андрей. И я подготовился к нашей встрече. Пилона не нашел, но, по-моему, эта штука очень даже на него похожа. Похожа? Ну, допустим. Допустим, да, и допустим, нет. Не очень. Не очень. А что ж тут такого не пилонистого, по-моему? Пилон должен крепиться. Есть статика и есть более сложная динамика. Ну смотри, вот он в статике, вот он в динамике. Это пилоны и падающие, и вращающиеся, и какой хочешь. Мы сможем на нем позаниматься? Нет, конечно. Категорически? Категорически. Ну тогда держи медали. Пообщайся пока с дядей Андреем, а я пойду и попробую найти настоящий пилон для тренировки. Договорились? Да. Полина, здравствуй. Здравствуйте. Значит, ты выступаешь на пилоне? Да. И вот это все твои медали за твои выступления на пилоне? Нет, тут еще и выступления по художественной гимнастике. Ого! Ты очень усидчивая, очень спортивная, да? Да. А можешь свои мышцы показать, чтобы мы тебя все увидели? Ух ты! Ничего себе! Да, действительно, таким мышцами взрослые могут позавидовать. Спасибо. Ну, а вот сколько времени ты посвящаешь тренировкам в день? На гимнастике художественной у меня тренировки 3-4 часа, а на пилоне 3 часа. Ты, наверное, очень гибкая, да? Можешь сесть здесь на шпагат, и мы будем продолжать с тобой разговаривать? На диване? Да. А на поперечный такой? Все, отлично. А еще, если ты выступаешь на пилоне, у тебя должна быть очень крепкая хватка. Можно попробовать твое рукопожатие? Ого! Слушай. Я вообще не представляю, ты настоящая девочка или нет? Можно тебя пощупать? Нет. Такая хватка, такая гибкость, столько медалей. Все, спасибо. Давай, возвращайся в нормальное свое состояние. Хотя я уже не знаю, какое у тебя нормальное. Может быть, ты так больше времени проводишь. Полина, очень часто упражнения на пилоне приходится делать на высоте, подниматься вверх. И там тоже нужно удерживать свое тело. Да. Вот как ты этому научилась, и не страшно ли так высоко подниматься? Ну, когда первый раз сделала сальто, конечно же, сначала было самое страшное сделать. А потом как-то много матов, когда подложишь под пилон, уже чувствуешь себя... Более уверенно, да? А ты маты подкладываешь, это означает, что были и падения? Ну, да. Правда? Да. Больно было? Ну, не очень. Бывало такое, что плакала? Нет. Нет? Мне рассказывали, что спортивный пилон – это достаточно травматичный вид спорта. Ну, можно шупать с пилона очень легко. Отпустил руку и сразу слетел с него. Синяки, да, бывают? Да, конечно. Это от того, что ты вот, да, телом прижимаешься плотно к пилону. А сейчас у тебя есть синяки? Ну, вот новый элемент мы выучили, вот он. Ну, его уже почти нет, потому что он у нас был. Да, 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 и вот я вижу, желто-синий. У тебя столько времени, столько часов ты посвящаешь тренировкам. Остается время на что-то другое? Поиграть во дворе, не знаю, с подружками там? Нет. Погулять. Нет. Нет? И не хочется? Хочется, конечно. Не каждый может удастся быть чемпионкой мира, а чтобы им быть, надо, конечно же, тренироваться. Понятно. Мама – Надя, папа – Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. А откуда такой волевой характер у вашей дочери? Ну, это у нее с рождения, вы знаете. Такой у нас волевой, сильный ребенок. А вот такой провокационный вопрос. Ваша Поля, она в маму или в папу удалась больше? Ну, я не буду скромной, она в маму. Владимир, вам-то хоть жалко Полю? Ну, бывает, да, очень жалко, когда очень много тренировок, ребенок выматывается, ее когда забираешь, но действительно хочется быстрее довезти до дома, чтобы она переоделась, покушала и ложилась побыстрее спать, отдыхала. Тренер Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Что, по-вашему, такой благодарный ученик? Благодарный ученик – это такой ученик, как Полина. У нее есть одна особенность – она всегда работает молча. И когда мы только с ней познакомились, первое время, я целый месяц работала с Полиной, и я никогда не слышала, как она разговаривает. То есть в зале молча, тренер сказал, Поля сделала, все, молча. Но ведь не за безмолвие дают медаль чемпиона мира. Медаль чемпиона мира дают за труд и за целеустремленность. Вот это. Это заслуженная медаль. Полечка, есть у меня один близкий товарищ, который мечтает освоить пилон. Разучить несколько элементов. Он для этого даже разыскал пилон, причем даже не один. Ты поможешь ему? Да. Давай тогда его пригласим на сцену. Андрей Даманский, ты где? Поля, я здесь, бери ко мне скорее. Друзья, поаплодируйте главному тренеру по пилону в мире. С чего начинается пилонная тренировка? Сначала надо подготовить пилон. Надо его потереть специальной тряпкой. Специальной тряпкой. Ну, я не знаю, насколько специальная, но вот какая-то тряпка есть. Чтобы он не скользил и элементы выполнялись чище. Ага. И это кто будет делать, я буду делать, да? Да. Я его нормально протер? Блестит? Ты себя видишь? Нормально. А теперь надо, получается, и на самый верх залезть? Да. И там тоже протирать? Да. Может подсадить тебя? Подожди. Ай, ай, ай. Поля, я боюсь, я боюсь, если я полезу еще выше, я там и останусь на этом пилоне, и тренировка закончится. Так, протерли? Да. Дальше что? Теперь надо разогреть мышцы и растянуться. Наклонитесь вперед и попробуйте пальцами дотронуться на ног. Посмотрю на вашу растяжку. Помоги мне, что ли. Ой. Ну. Сегодня мы сделаем несколько базовых элементов. Первый – это крутка-досточка. Держите, пожалуйста, Полина. Ну, ребята. Ну, как-то так, да? Да. Планка-досточка, я еще над ней поработаю. Какой следующий элемент? Следующий элемент – китайский флажок. Рука – это сюда, это сюда. Нога. Колено упирается в пилон. И? 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 И, да. И открываем миску. Так, давай ты мне сейчас поможешь разобраться с руками. Эта рука сюда. Сначала вот эту руку. А, сначала, а куда? Вот сюда ее, да? Ее вот так просунуть и взять. Вот так? Да, вот так. Вот так. Потом эта рука вот так. Да. Да? Эта нога сгибается. Носочек тяни. Сейчас. А можно полуфлажок? Вот так вот нормально. Нет? Нет. Я пилон! Ребята, я вам должен сказать, это непростая работа. Они еще при этом улыбаются и как-то там подмигивают глазами всем, кто на это дело смотрит. И последний элемент нашей тренировки – это Бэтмен. Бэтмен? Да. Ну, вот это для меня. Ну, наконец-то. Ногу ставите, чтобы она упиралась в пилон. Нога упирается в основании пилона. Да. А левая? Это захватывается. Охватывает пилон. И вот так. И все. И устремляется. И можно без рук его еще делать. И можно спасать мир. Подожди, 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 подожди. Что? У нас же два Бэтмена. Давай ты с этой стороны, а я с той стороны. Два Бэтмена? У нас будет два Бэтмена. У нас будет два Бэтмена. Два Бэтмена. Мы берем не качеством, а количеством. Ну-ка, давай еще раз. Соревнования двух Бэтменов. Да, да, да. В шоу круче всех. Коля, Коля, ты оценивай работу лицом. Работу лицом. Ну что? У вас хорошо получается у двоих. У двоих. Какая вежливая, интеллигентная, воспитанная девушка. Как Бэтмен Бэтмену. Как Бэтмен Бэтмена поздравляю. Спасибо, тренер. Пожалуйста. С начальными шагами на пилоне. Друзья, закончили баловство на пилоне. Сейчас мы хотим, чтобы вы очень громко поаплодировали Полине Корниенко, которая как чемпион мира покажет, что такое настоящая, красивая, восхитительная работа на пилоне. Просим, Поля. Дамы и господа, в шоу круче всех выступление чемпионки мира по спортивному пилону Полины Корниенко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Браво! 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 Полина, это было невероятное выступление! Мы даже не сомневаемся, что ты покоришь все пьедесталы мира! А пока что мы хотим пополнить твою коллекцию медалей... Нашей традиционной наградой, потому что ты действительно Круче ВСЕХ! Медали подарок в студию... Круче всех, круче всем У тебя всё получится То самое чувство, когда ты круче всех То самое чувство, когда ты на волне То самое чувство, когда ты круче всех Круче всех У тебя всё получится Субтитры подогнал «Симон»